сразу на третий на четвертый день сразу это грех короче а когда знаешь погиб муж короче если ну как сказать она должна короче 50 дней короче должна оставаться в своем доме короче доме мужа короче она замужем но после 50 дней она короче может выйти замуж за другого но знаешь там короче у них совсем другая религия короче против против религии короче они все используют против исламского государства короче теракты и то и другое они сразу среди них кто-то умер его жена они отбирают и грех короче это ну как сказать я понял смотри но вот у вас же исламская вот эта книга коран да насколько я знаю называется да вот она же писалась одним получается человеком да да ну так они же тоже если они этот коран они что отходят от от этих правил или как вообще происходит почему они совершают такие дерзкие они действия а они используют коран конечно просто они а там там есть короче ну нужная строка они прочитает по своим путем короче а несмотря но там разные есть корень каждого предложения есть свой корень там язык у меня так как не острый поэтому не трудно говорит об этом они за нефть за деньги они сделать все что угодно короче они убивают детей даже мечети разрушает они мечети понимаешь что мечеть разрешать вообще нельзя а и могилы короче и то и другое понимает тоже наша как русская церковь как русская церковь да получается русская церковь и наши мусульманские мечети короче они разрешают все ради деньги за нефть они там сирии короче за нефть убивают за все что угодно знаешь когда девяносто девятом нет девяносто девятом шестом когда была война в чечне они на с русскими короче у нас была война короче мы жили отдельно вы понимаете почему сейчас мы это российская федерация сейчас нам помогают русские знаешь тогда а когда мы нуждались помощи сирии ни один сирий не помог нам вообще не помог нам ни один сирий не один не араб не ранить никто когда мы нуждались а сейчас они короче там идет война там власть короче они там все нефть есть все есть там то есть подожди получается сейчас сирийцы пытаются чтобы вы к ним присоединились и направить всю силу против российской федерации да против россии против мусульман они им без разницы короче они убивают мусульманных понимаешь дети женщин невинные люди они убивают ради нефти ради деньги они все делают короче а я но а вы как смотрите то на эту ситуацию и вообще как реагируете на это все по новостям там по новостям там или еще что-то я лично не признаю они не боевики вообще короче они бездельники среди них разные люди короче бездельники и разные иностранные люди там они вступают группу короче там большие деньги они имеют там но знаешь вербовщики есть а у нас вербовщики короче ну анонимно они работают короче они подростки забирают а кручевать голову их короче и вступают они группу их группу подростки алкасов обычно а нормально разумный человек взрослый нормальный умный человек они не могут вербовать его потому что он знает что там и как сказать ну это как совращение малолетних типа того да да мы их ну короче мусульманском законе а эти люди вообще бандиты короче как сказать эти сирийцы это там лохобисты короче да знаешь там стереть это игилы ну да я насколько видишь понял что он как ты говоришь но как бы я это знал что в сирии конкретно в сирии да вот эти боевики конкретно не можешь сказать что там воюет именно сирийцы это наверняка еще и какие-то другие люди из других стран они же подкупные люди да подкупные там разные люди короче знаешь там чеченцы там арабы сирийцы ираны разные страны там они объединились и вступили группу очень там есть человек короче их ложак а он самый богатый человек там короче они даже не видят своего ложака знаешь они не показывают он не показывает себя им а чтоб вступят их группу короче он получает большие деньги ну ему же выгодно когда приводит люди его группу не смотря а вот ему выгодно то что убил до патроны где откуда он тогда эти деньги берет вот но я вот вопрос а об этом я точно не знаю может американцы ему помогают но я не знаю бог видит но они неправильном пути короче эти люди это игилы здесь там те кто там воюют ну ты считаешь там без американцев никак не не могло обойтись да 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 точно когда короче там у нас есть тут сотрудники я знаком с ними с некоторыми короче я спросил у них они короче их отправляют лес чтобы убить там ухабистов а я спросил у них задал вопрос у вас есть тепловизор у вас есть все почему вы не используете тепловизоры вам легче было бы убить их я задал им вопрос знаешь что он ответил если если ты убьешь их короче тебе стреляют тебя убивают из ниоткуда вообще но спецслужбы короче работает там они связаны спецслужбам эти ваххабисты им помогает он знаешь денис если бы я нормально знал русский язык я бы объяснил тебе все так как у меня не острый язык что получается что у американской стороны есть какие то еще и такие знаешь это ну как сказать что какой то доверие ну то есть не доверие а что спину стрелять нельзя да получается да нам мусульманам спину нельзя стрелять нет нет а американцы 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 это кстати я не знаю но американцы там разные короче там безбожники короче верующие неверующие там они не мусульманы короче но среди них нет это все равно вероисповедания у народа то должно быть ну хотя виши американцы это же являет соединенные штаты америки то есть это часть часть этих суш просто ну по сути то говоря то есть ну вот как я тебе могу объяснить вот смотри что значит части соединенных суш короче вот смотри например ты в колорадо нарушил закон да у них там допустим идет пожизненно ну или расстрел короче он в другой штат это штат именно вот куда-нибудь там во флориду да он переезжает что там у них уже не расстрел короче а просто пожизненное заключение то есть ему нужно просто границу штатов и все в российской федерации такой нет это потому что как бы получается единое государство если ты нарушил в нем где-то в какой-то части то получается ты будешь осужден по именно